11-й Одесский кинофестиваль ни на секунду не дает заскучать зрителю. В этом году буквально. На официальном сайте уже доступны десятки кинофильмов, в том числе и от украинского производителя. Любители драмы уже успели посмотреть полнометражную картину под названием «Семья». Фильм рассказывает об одиноком мужчине, который в надежде найти эмоциональную разрядку пытается создать семью, но совсем не так, как этому привыкли в обществе. Он обращается к лучшим актерам, чтобы они стали его близкими родственниками. Мужчина настолько вдохновляется этой игрой, что его отношения со своей новой сестрой начинают балансировать на грани между выдумкой и реальностью. Изначально фильм был короткометражным. Его представили на международном кинофестивале в Аделаиде. Одноименный полный метр – дебют режиссера. С не менее драматичной картиной на фестивале дебютировал румын Адриан Пирву совместно с украинским режиссером Аленой Максиом. Картина «Не все будет хорошо» открывает зрителю проблемы последствий чернобыльской катастрофы. Однако тут эта трагедия играет лишь второстепенную роль. После завершения длительных отношений главный герой, наполовину слепой режиссер, оставляет позади жизнь в Румынии и собирается в путешествия, чтобы найти таких, как он. Парень родился в 1986 году. Его мать уверена, что причина его болезни кроется в месте рождения. Во время своего путешествия герой влюбляется в украинку, после чего он уверен в том, что здесь и сейчас началась новая жизнь. Мы решили отсунуть Чернобыль на другой план. Он не должен играть такую важную роль. Мы решили сосредоточиться на том, на чем мы справедливо понимаем, на том, чтобы снять самих себя и рассказать историю про самих себя. В этом году не подкачала и международная программа. Один из самых ожидаемых фильмов фестиваля «Ты погибнешь в 20» уже получил немало откликов от зрителей. Картина рассказывает о парне из провинции Судана. Местный пророк предсказал, что герой погибнет, когда достигнет 20-летнего возраста. Отец парня не смог смириться с судьбой своего сына и ушел из дома. Теперь мать-одиночка оберегает свое чадо, как зеницу ока. Вот только цифры все ближе, ведь герою исполняется 19 лет. Не упустите возможность посмотреть также короткометражную программу. Первые четыре фильма уже доступны к просмотру.